Клоны реально существуют? Говорят, что они не имеют души и если ее нет, то они не могут работать по вашим технологиям, вопрос. Клоны реально существуют. Наши ученые, большие пособники темных владых космоса очень постарались, начали планировать в разных странах уже, ну и в Америке, и в Китае есть такие уже эксперименты и результаты есть, и что вам скажешь на это? Ведь они появляются с сознанием, но не имеют души, это точно, и они руководствуются в жизни только сознанием, куда их понесет сознание, никто сказать не может, и самое главное, что и они сами сказать не могут, куда их понесет, вот в этом и опасность клонов. Если их будет много, если они начнут влиять на события социальной жизни, то ничего хорошего ждать не приходится. Спасибо, Аркадемич. Вот Инна спрашивает, как часто работать с лучами или выбирать одни лучи и работать до результата или можно работать с несколькими лучами за один раз? Каждый луч – это учитель. Если вы их соединяете для того, чтобы они за вас что-то сделали, тогда ваша мысль понятна, что они работают как бы группой, командой. Но каждый луч должен вам показать, как он работает. А вы у него должны научиться этому. Поэтому, конечно же, лучше работать отдельно с одним лучом. Но, что интересно, и мы это не раз наблюдали, когда возникает необходимость привлечения луча другой специализации, луч сам вызывает на помощь этот дополнительный родственные лучи. И они работать начинают вместе или несколько лучей вызывают. То есть, по необходимости он это делает, сам делает. А вот, если вы хотите научиться, то, конечно, вам нужно смотреть на работу отдельно взятого луча. И, как вам сказать, у реальности много грани. И каждый луч показывает в эту возможность работать на этой грани. То есть, если вы хотите получить глобальные, божественные знания. А я еще раз напоминаю вам, что вы до того, как пришли на Землю и стали людьми, были духами. А дух – это божественный уже компонент. То есть, вы должны научиться этой божественной работе. Вспомнить ее, вернее. Не то, что учиться, а вот именно вспомнить. Потому что память при переходе через световой барьер скорости света, то есть со сверхсветовых состояний в досветовые состояния, она выключает нашу память. И мы потом очень долго вспоминаем, кто мы, где мы, откуда мы и зачем. Это помните? Вопрос Будды, который ушел и всем задавал. Он же не просто так их задавал. Он тоже через это пытался что-то на меня пробудить. Спасибо, Аркадем Ильич. Вот тут Тамара еще задает такой вопрос. Что происходит, когда физическое тело сжигается? Что происходит с душой? Душа, еще раз говорю, бессмертная. Дух и душа – это двое в одном. Это бессмертный компонент человека. Ничего с ним произойти не может. Мы были с Игорем Витальевичем Марием на солнце. Нас туда отец перемещал. И мы стояли в пламени огня. И отец нас спрашивал, ну как вы себя чувствуете? Я говорю, да нормально себя чувствую. И он нам ответил, огонь в огне горит. То есть мы переместились туда своими духовными телами. А духовное тело – огонь. И огонь в огне не горит. Вот ответ. То есть мы – комплекс определенных тел, которые приспособлены к разному реальности. Но мы в процессе своей работы должны соединить все эти тела в единое целое. Это трудная работа. И на этой работе, на этом пути нас ждет много всяких сложностей. Но их надо преодолевать. Отец, когда меня отправлял сюда, он меня напустил словами. Все перетерпи. То есть он знал, сколько всего будет здесь. Сколько сложностей. Сколько трудностей. И я все время помню его слова. Это и в здоровье было. Я же, вы знаете, три раза рака провел. Взяв бед. Инсульт. Чего только не было. Органы врезали. Органы уже восстановились. Это подтвердили все медицинские комиссии, которые меня обсуждали. Даже решение Таганского суда города Москвы есть. Органы уже восстановились. И все остальное. И многое из того, что было, тоже уже преодолено. Но что-то еще не преодолено. Но это же и хорошо. Это же работа. Значит, еще чему-то надо мучиться. Потому что еще раз вам напоминаю, что только бесконечные заботы могут вам дать бесконечную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова